Управляет парапланом лейтенант, сотрудница федеральной службы исполнения наказания Анна Радченко. 20 из 34 лет девушка посвятила небо и даже рождение ребенка не выбило ее из строя. Декрет, естественно. Ну и казалось, что я стала мамой, что все, мне надо успокоиться, степениться. Но ребенок подрос и я поняла, что я не могу без неба. Вернулась и даже завоевала золото чемпионата Сибири по полетам на точность. Останавливаться на достигнутом девушке не собирается. Покорять небо будет и дальше, хотя полеты порой бывают более чем экстремальные. Бывает, что погода такая вот по весне, что не ожидаешь, например, залетаешь, там восходящий поток идет, какой-нибудь пузырь вот этого ходишь, он резко тебя раз выкидывает, потом обратно. И вот этот момент, конечно, ёкает. После победного выступления Анна совместно с народной дружиной едет в рейд проверять жителей города, которые в свое время нарушили закон. Ну, вообще, справку хотя бы пока закончил, то есть учебный год. Я даже не знаю, кого там попросить. Может, это приемный, там где-то подойти. Домашний арест условно наказание и те, кому суд отсрочил наказание до исполнения ребенку 14 лет. Таких людей Анна навещает по нескольку раз в неделю. Все настолько разные, то есть каждому надо найти свой подход, вот, с кем-то, не знаю, там, ласково поговорить, с кем-то, наоборот, построжиться, чтобы они это не припугнуть, там, что, ну, лишением свободы, например, да, если не будет исправляться. Проводит профбеседы, помогает трудоустроиться, оформить социальную помощь. Таковы рабочие будни Анны. Ну, а в любое свободное время девушка мчится на тренировку. Оттачивает мастерство полета, чтобы покорять новые высоты. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.